Очень часто в моих репортажах меня просят все побольше говорить технической информацией об автомобиле, какой клиренс, мощность двигателя, объем в граммах двигателя имеется в виду, сколько масла надо завязывать в коробку, в мосты, еще различные места. Но мы сегодня про другое. Мы про то, какие преимущества имеет сегодня автомобиль. У вас, Патриот, первое преимущество, то, что продается в автограде на Маржане 9. И второе преимущество, это опять же специально для вас автоград и устроил. С 23 марта по 31 апреля на ограниченную серию вот этих мускулистых настоящих внедорожников образца 2008 года будет сохраняться цена, опять же, 2008 года. То есть, ну, нет вопросов. Приходите и покупайте. А мы сейчас покажем вам в реальности то, как машина ездит. Вот это самые главные, по-моему, технические показатели. Преимущество автомобиля Ульямовского автозавода, стилизованного под крузер 80-й серии, перед 80% выпускаемых ныне новых джипов, очевидно. Взять, к примеру, клиренс. После безумного спуска с горы с целью поиметь все оставшееся поле, безумным было бы на чем-нибудь другом пропустить между колес вот такой валун. Метр на полтора. Полный привод большинства внедорожников – это отсутствие понижаек, блокировок межосевых и дифференциалов в том числе. В результате электроника, конечно, считав датчики АБС, тормозами может остановить пробуксовывающее колесо. Но реальное – в железную вцепляются гилландвагены, поджерики, уазы и дефендеры. Так что в ряду внедорожников происхождения породистого – наша порода, пусть и не такая холеная и навороченная, зато не такая уж и дорогая. Прошу прощения, в разы дешевле, доступнее и, что для внедорожников в России очевидно, ремонтопригоднее. То есть оторвали реактивную тягу или стабилизатор – заменить не проблема. Не станем, да и это было бы глупо сравнивать внутреннее убранство, заметив очевидное преимущество для охотников, рыбаков и мужиков. В конце концов, если салон у ГУАЗ дали поменять его дешевле. Ну и раз разговор этот мы ведем на фоне покатушек по принципу «Мы дороги не выбираем», дороги, а точнее бездорожьи выбирает УАЗ. Задачу поставленную – ехать в любом направлении, сравнять и выкорчевать прошлогоднюю траву, сломать весенний наст и ностальгические мысли о прекрасных, но после введения растаможки и поднятия курса бивалютной корзины, ставших недоступными джипов БУ, пристальное внимание уделим все-таки патриотам. А че, ну серьезно, выглядит современно, колеса модные, формы не отдающие архаичностью, лазает везде. Вот говорят, что танки грязи не боятся, скажем так, УАЗы грязи не боятся. Если бы здесь был хоть один «Заяц», мы его точно взяли бы вместе с «Корсаком». Что позволяет этой машине творить чудеса? Ну, двигатель 409-й с двойной цепью на газораспределительный механизм, то есть клапана не гнутся, ничего не рвется. 128 лошадиных сил – этого достаточно. Просто есть понижающая, двигатель тяговитый. Клиренс 210 мм. Ну и вы видели тут камушек, да? Так вот, никто его не задел. Цена вопроса – от 455 тысяч рублей. Место расположения, точнее, место дислокации этого танка. Ну, здесь только пушки, пожалуй, не хватает. При этом у этого танка есть еще и салон, которому «Корсак» позавидует. И, кстати, если вы взяли себе такой автомобиль, абсолютно не надо заморачиваться. Потому что даже если поцарапаете где-нибудь, ну, это все-таки не «Корсак», а возможности. Вы видели, что это такое? К тому же сегодня редкий джип, а кроме «Паджеро», пожалуй, позволяет вам вытворять такое. Ну, если вы на «Паджеро», к примеру, бампер оторвете, вот это будет цена вопроса. А цена вопроса – на УАЗ. Ну, УАЗовская, понятно. Так что приезжайте в «Автоград» на «Моржене-9».